Так, я включил запись, и сейчас сделаю демонстрацию экрана. Демонстрация экрана. Все, что мы изучали, а чтобы придать этому какой-то смысл и видеть, что все это на самом деле одно целое и к тому же полезное для решения разных вполне физических задач, то есть задач из жизни. Вот, поэтому я хочу начать с такого небольшого физического примера, который все, наверное, в школе изучают, я вот не помню точно в каком классе, в каком, кто мне может сказать, вы недавно закончили школу, в каком классе изучают движение, ровноускоренное движение, то есть как, например, мячик летит, который бросили. Это класс седьмой. Седьмой или восьмой, да. Вот, вот, например, восьмого класса поймем, зачем нужна линейная алгебра и какие понятия линейной алгебры действительно прямо вот встречаются в физике. Может быть, там их не называют соответствующими словами, но сами понятия, конечно, используются. Так, сейчас я проверю, только не появился ли кто-нибудь еще. Всех не опустило, да, вроде не всех пустило. Да, ну, наверное, все слышали, что первым, кто вообще догадался использовать математику и физики, был Галилей. До Галилея вообще не было такой идеи, что математика может как-то помогать в физических задачах и вообще в описании того, как мир устроен. В математике это было отдельно, а физика совершенно отдельно. Вот, и в физике главным образом руководствовались теорией Аристотеля, у которого была на все случаи жизни теория. В частности, было такое мнение, что вот когда, например, мячик летит или там снаряд или камушек, который бросили, то на него действует какая-то такая сила, которая связана с тем, как его бросили. Ну, как именно она там связана, это был такой вопрос сложный, но основная идея была в том, что сила это как-то постепенно угасает, и в конце концов камушек падает на землю, потому что вот эта сила закончилась, которая на него действовала, и вот как бы тогда он падает, потому что его больше никто не двигает. Ну, и в частности, вот тут на картинке с подписью «До Галилея» нарисовано, как себе представляли движения снарядов, выпущенных под разным углом из пушки, до Галилея. То есть вот если так развить теорию Аристотеля, то получится, что снаряд должен двигаться, ну вот сначала он как бы летит по прямой, потому что вот эта сила как бы его двигает по прямой, а потом эта сила как бы сама себя исчерпывает, и он начинает постепенно падать. Вот получаются такие интересные траектории. Вот, а картинка с подписью «После Галилея» показывает нам, что, собственно, придумал Галилей. То есть Галилей практически математически обосновал, что снаряд должен двигаться по параболе. И вот сейчас мы вспомним, как это делается. То есть это, конечно, в школе рассказывают, но мы сейчас это переведем на язык линейной алгебры, этот рассказ. Значит, пусть у нас есть мячик, ну или там камушек, ну мы будем считать его материальной точкой, как обычно делают. Значит, камушек летит из начала координат, и вначале ему задана какая-то скорость. То есть вот этот зеленый вектор – это скорость камушка. А дальше хочется найти траекторию. То есть надо дана начальная скорость, надо дана начальное положение, и нужно найти траекторию этого камушка. Так, сейчас я отпущу. Ну, естественно, первое, что приходит в голову, ну то есть это нам приходит в голову, потому что мы уже все выучили, что Галилей придумал. Еще в восьмом классе мы это выучили. Поэтому нам, конечно, приходит в голову отдельно смотреть, как меняется x-координат этого камушка, и отдельно смотреть, как меняется y-координат этого камушка. То есть вот первая идея, которая тут отражена, что мы можем радиус-вектор x от t, y от t. То есть t – это время, а x от t – это x-координата камушка в момент времени t, а y от t – его y-координат. Вот мы можем этот радиус-вектор, то есть положение камушка, рассматривать как сумму двух векторов. x от t и y от t будет горизонтальный, другой вертикальный. То есть на языке линейной алгебры это разложение вектора по базису. Мы представили вектор в виде линейной комбинации двух очень простых векторов. Ну и теперь мы можем отдельно искать функцию x от t как функцию от времени и отдельно искать y от t. Ну x от t найти несложно, потому что теперь нужно воспользоваться одним из принципов галереи, который до него был совершенно не очевиден, что если на тело никакая сила не действует, то тело должно двигаться равномерно прямолинейно. Это тоже было некоторое открытие, потому что так вот если не задумываться над этим, то кажется, что если на тело никакая сила не действует, то оно вообще двигаться не будет. Чтобы тело двигалось, его нужно двигать. Но оказывается, что значительно более правильный принцип для объяснения того, что мы видим вокруг нас, это принцип, что если на тело сила никакая не действует, то тело будет двигаться равномерно прямолинейно. То есть если оно изначально двигалось, то оно так и будет двигаться с той же самой скоростью в том же самом направлении. Вот, поэтому по оси Х у нас просто тело движется равномерно, то есть Х от Т это просто какая-то линейная функция от Т. То есть тут возникает еще одно понятие из линейной алгебры, то есть мы можем сразу заметить, что Х от Т линейная функция от Т. Потому что сила, которая действует на камень брошенный, она направлена по вертикальной оси, то есть это сила тяжести. Ну, понятно, что тут делаются какие-то допущения, что Землю можно считать плоской к первому приближению, потому что понятно, что если мы будем еще учитывать кризну Земли, то мы не можем сказать, что сила тяжести направлена вертикально вниз. Ну, понятно, что на небольших расстояниях этой округлостью Земли можно пренебречь и считать, что она плоская. Да, то есть содержательная задача в этом месте найти, как меняется Y-координата. Ну и опять же на современном языке мы можем сказать, что поскольку это движение равноускоренное, то есть сила в все время действует одна и та же сила тяжести, она не зависит от того, с какой скоростью движется тело, где оно находится. Ну, что опять же верно, конечно, если тело не слишком далеко от поверхности Земли, иначе придется учитывать все-таки расстояние. Но, в общем, первое приближение действительно этой силы ни от чего не зависит. Ну и по второму закону Ньютона у нас получается, что ускорение должно быть постоянным. Ну и можно сначала рассмотреть такой, может быть, искусственный пример, когда ускорение вообще равно нулю. Вот, тогда у нас получается, что вторая производная равно нулю, то есть скорость – это первая производная от перемещения, а ускорение – это производная скорость, то есть вторая производная от Y-ко-то. Вот, и тут можно сделать такое важное наблюдение, которое все физики, конечно, делают, когда решают физические задачи, что если вы нашли одно какое-то решение, уравнение, и нашли какое-то другое решение, то любая их линейная комбинация тоже будет решением. То есть на языке линейной алгебры мы тут можем сделать такое наблюдение, что любая линейная комбинация решений тоже решения. То есть вот то, что тут рассматривается, это на языке линейной алгебры называется линейной комбинацией векторов Y1 и Y2. То есть тут опять появилась линейная алгебра. Если раньше мы радиус вектор рассматривали как вектор, вектор на пространство, складывали его по базису, теперь появился несколько другой взгляд на вещи. Мы решение дифференциального уравнения тоже рассматриваем как элементы некоторых векторов пространства. И тут видно, почему в самом начале, когда мы изучали векторное пространство, мы наставили на том, что это объект абстрактный, и не обязательно это там стрелочки на плоскости или пространстве, или там функции, или еще что-то. То есть это могут быть объекты любой природы. И теперь видно, почему такая точка зрения действительно полезна, потому что вот мы в одной и той же задаче сначала, как векторы рассматривали действительно радиус вектор, это стрелочки на плоскости, а потом в этой же задаче мы решили, что теперь нам удобно в качестве векторов брать решение некоторых дифференциальных уравнений, то есть некоторые функции. И рассматривали линейные комбинации этих функций как элементы векторного пространства. Ну, дальше, чтобы решить все-таки исходную задачу, когда у нас движение равноускоренное, но ускорение все-таки не равно нулю, нам нужно научиться решать неоднородные системы дифференциальных уравнений. Вот, и тут возникает третья идея, что если теперь вот у нас есть ускорение, ну, в данном случае, а – это ускорение свободного падения, но, опять же, можно решать произвольное уравнение с произвольным параметром а, математический смысл у него будет всегда. А чтобы был физический смысл, ну, там нужна какая-то физическая задача, например, задача про движение тела в поле тяжести. Значит, третья идея, что если мы произвольное решение возьмем, это неоднородное дифференциальное уравнение, да, я не сказала, но вот эти две точечки, это, видимо, физики любят. То есть, когда я пишу точечки, я имею в виду производную по Т. Может быть, давайте я тут где-то напишу, что Y с точкой от Т – это то же самое, что до Y по ДТ, то есть производная по Т. Ну, соответственно, Y с двумя точками – это вторая производная. То есть, может быть, в математике скорее писали бы Y штрих, но в физике производная по времени обычно обозначается точкой, чтобы не путать ее с производными по каким-то другим параметрам, которые тоже вполне себе встречаются. Так что давайте я тут, поскольку мы берем примеры из физики, буду использовать физические обозначения. Да, так вот, важное наблюдение, что если мы возьмем любое совершенно решение уравнение Y с двумя точками равно А, то его можно будет представить в виде некоторого совершенно конкретного решения того же уравнения, которое можно раз навсегда зафиксировать. То есть, вот это вот Y0 от Т – это некоторое фиксированное решение. Ну, как мы его нашли, это другое дело, это отдельный вопрос. Одно единственное решение нам нужно найти. Но после того, как мы его нашли, все остальные получаются прибавлением решений однородного дифференциального уравнения. То есть, уравнение Y с двумя точками равно нулю. И это тоже, в общем-то, идея из линейной алгебры, когда мы изучали афинные пространства. То есть, вот тут вот, когда мы рассматриваем решение неоднородного уравнения, мы можем на них смотреть как на афинное пространство. То есть, элементы афинного пространства – это точки. И точки друг с другом складывать нельзя. То есть, вот эта вот точка. Но с каждым афинным пространством связано векторное пространство. Это когда мы какую-то точку выбрали и откладываем от нее векторы. Или, иными словами, берем разности двух точек. То есть, в афинном пространстве можно, если вам заданы две точки, можно определить вектор с концами в этих двух точках. И вот то, что здесь, Y1 от Т – это вектор. То есть, решение уравнения Y с двумя точками равно А образует афинное пространство. А решение однородного уравнения с той же самой левой частью, а правой частью равной нулю, образует ассоциированное векторное пространство. Это решение однородного уравнения Y с двумя точками равно 0. Ну и теперь уже совершенно понятно, как решить задачу, которую решил Галилей. Значит, нужно угадать какое-нибудь одно решение уравнения Y с двумя точками равно А. Кто может угадать одно решение такого уравнения? Значит, у какой функции вторая производная равна А в константе А? Можно придумать какую-нибудь простую функцию? Ну, X квадрат. Ну да, но только у нас функция Т, поэтому будет Т квадрат. В качестве Y0 от Т, значит, можем взять... Давайте я тут напишу в качестве примера. Мы можем взять... Значит, Т квадрат, но, видимо, нужно с правильным коэффициентом. Наверное, АТ квадрат пополам. Чтобы когда мы продюференцировали два раза, у нас получилось точность А. То есть мы берем АТ квадрат пополам. А теперь в качестве Y1 от Т мы берем решение однородного уравнения. То есть это произвольная линейная функция. Потому что если вторая произвольная функция равна нулю, то это означает, что функция... Ну, с точки зрения алгебры, да, она не линейная. Мы такие функции называли афинные. Но с точки зрения школьной алгебры, это как раз самая, что ни на есть, классическая линейная функция. Давайте ее прямо так в школьных обозначениях и запишу. Значит, это КТ плюс Б. То есть теперь произвольное решение неоднородного уравнения Y с двумя точками равно А. Это вот такой квадратный трехчлен, где А, К и Б – это какие-то совершенно произвольные константы, которые мы можем выбирать в зависимости от обстоятельств. То есть теперь, конечно, чтобы решить исходную задачу, нужно подставить начальные условия. То есть вот данная нам скорость и данная нам начальная точка, они нам что говорят? Они нам говорят, что Y от нуля равно нулю. То есть в начале камень находится в точке с карнатами 0,0. А если мы знаем скорость, то есть вот этот вектор В0, давайте я тоже нарисую зеленым, чтобы было видно, что это скорость. Значит, тогда Y с точкой от нуля равно X координате этого вектора. Давайте я ее обозначу. V, 0, X. Вот. То есть вот у нас есть два условия, и с помощью этих двух условий мы подбираем константы. Сейчас, ну а, извините, а мы не подбираем, а это ускорение свободного падения. А нам дано. То есть а это ускорение свободного падения, то есть нашей задачи а это ускорение свободного падения. Мы подбираем K и B. То есть у нас есть два условия, есть две неизвестных, K и B. Ну и тут нужно решить систему линейных уравнений. Это уже, в общем, вполне задача из линейной алгебы. Вот. То есть видно, что даже чтобы решить такую относительно простую физическую задачу, вот, довольно удобно пользоваться понятиями линейной алгебры. Вот. Ну, понятно, что главная сила этого метода не в том, что мы можем решить задачу, которую в 8 классе решают, а в том, что мы можем решать гораздо более общие задачи. Ну, давайте я сначала не самую общую задачу разберу, тоже дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами степени 2, но теперь у него есть еще член с y с точкой. То есть до этого у нас было уравнение, где было y с двумя точками и свободный член. А теперь будет уравнение, в котором есть еще y с точкой. То есть это, на самом деле, тут написана максимально общая форма однородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами. То есть у него будет 2. Ну, в принципе, можно было поставить коэффициент, конечно, и при x с двумя точками, но если он не равен 0, то у него всегда можно поделить и получить коэффициент 1. Вот, значит, главное наблюдение, которое можно сделать о решениях этого дифференциального уравнения, то есть мы сейчас попробуем его решить с помощью линейной алгебры, и первое наблюдение, которое мы делаем, что решение образует вещественное векторное пространство. Вот, я хочу заметить, что это же наблюдение обязательно сделает любой физик. Вот я тут специально хочу привести пример. Лекции Фейнона знаменитые, 25-й лекции, их все оцифровали, и можно найти такое как Millennium Edition, в котором и текст лекции, и фотографии доски довольно занимательно. В частности, вот на этой лекции он предлагает как раз рассмотреть уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. Ну, видно, что у него при… Да, он, кстати, не употребляет две точки, а прямо честно пишет dxpdt. Как-то я напрасно, наверное, на физиков развела, что они очень любят точки. Вот, получается, что не все. Ну, в общем, видно, что если на m поделить, то как раз получится такое уравнение, как у нас выписано. Ну, правда, у него оно неоднородное, то есть правая часть тоже стоит какая-то функция от t. Ну, это мы еще отдельно обсудим, что делать с неоднородным уравнением. Пока давайте считать, что в правой части стоит 0. Да, вот. Значит, первое, что замечает Фейнман, что если мы нашли… Ну да, во-первых, он вводит какие-то такие укороченные обозначения для решений. Во-вторых, он замечает, что… Сейчас, это действительно решение обозначает L. Да, когда я не очень внимательно читала лекции, но я вам очень советую ее почитать. Она на самом деле интересна, и прямо вот видно, как появляется ли неиналгеба. Но в общем, я буду сходить за предложение, что через имя он обозначил решение… Нет, наверное, он не решение все-таки обозначил, а правую часть. Да, это я как-то погорячилась своим примером. А, вот-вот-вот, да, вот. Давайте сразу перейдем к однородному случаю. То есть он переходит к однородному случаю и замечает, что если мы найдем два решения, x1 и другое решение x2, то их сумма тоже будет решением дифференциального равнения. Вот. То есть он фактически нам доказывает, что решение образует электронное пространство. То есть вот он доказывал, что их сумма тоже решение. Дальше он доказывает, что если решение умножить на скаляр… Сейчас где-то это у него… Где-то у него это было. По-моему, я это на доске видела. Где-то он прямо там долго доказывал, что если решение умножить на скаляр, то тоже будет решение. Ну, ладно. Это, в общем, просто такая реклама лекции Фейнмана. Вот. Значит, откуда вообще у него… Я, собственно, хотел сказать, откуда у него взялось это уравнение. То есть тут уже не полет, камушка, а тут то, что называется гармонический осциллятор. То есть это такая физическая система, которая в самых разных задачах возникает. Но конкретно у Фейнмана она взялась из электрической цепи. То есть вот он, в предыдущей лекции… А, да, вот, собственно, фото лекции. Прямо можно посмотреть доску. Да, вот он тут доказывает на верхней доске. Он показывает, что при умножении на скаляр тоже получается решение однородного уравнения. Сейчас можно идти вот туда, эта схема. В общем, это уже, наверное, не восьмой класс физики, но, по-моему, в одиннадцатом классе изучают электрические цепи, где там стоит, например, конденсатор, индуктивность и какой-то там еще третий элемент бывает. Конденсатор, индуктивность. А, и сопротивление. А кто-нибудь помнит что-нибудь про электрические цепи Сашкова? Да. Сейчас я просто не очень помню сама, поэтому я пытаюсь найти эту схему у Фейнмана. Кажется, она была в предыдущей лекции. Сейчас, наверное, проще найти с помощью гугла, чем… Какая схема? То есть, если взять самую простенькую схему… Нет, это не то. Сейчас вот, наверное, там, где резонанс, вот в этой главе. Сейчас я покажу эту схему. Да, вот, самая простенькая схема. Значит, тут стоит индуктивность L с параметром L. Там у каждого этого элемента есть некий параметр, который как бы определяет его функции, что он будет делать с током, с напряжением. То есть, все, что про эти штуки нужно знать в математику, это то, как они меняют искомую функцию. Вот, то есть, есть индуктивность, есть сопротивление с параметром R и есть конденсатор с параметром C. И вот есть такая самая простенькая цепь. Ну, и вот, если написать уравнение на, видимо, напряжение… То есть, это цепь переменного тока. То есть, по ней как бы идет ток, который зависит от времени. То есть, это как раз ровно то, что подается по цепям в дома там. Ну, в общем, это тот ток, который мы реально используем в жизни. Вот, видно, что получается как раз уравнение второго порядка. Ну, неоднородное, потому что как бы еще зависит от того напряжения, которое подается на конце цепи. Вот, ну, в общем, я, конечно, физическую составляющую так сходу объяснить не могу. Когда я училась в школе, я это вроде понимала, но сейчас ничего не помню. Ну, в общем, я хочу сказать, что этот пример вот этого уравнения второго порядка, он действительно возникает в самых разных областях. То есть, там можно взять электрическую цепь, можно взять там грузик на пружинке, можно взять маятник, и всюду там будут эти вот гармонические колебания. Значит, сейчас мы попробуем это уравнение решить с помощью линией на алгебре. Вот, ну, как бы понятно, что здесь у нас есть векторное пространство, то хочется найти его размерность и построить в нем какой-то удобный базис. То есть, кто может сказать, какая у этого пространства размерность? Ну, я, понятно, не доказала, что это векторное пространство, но вот видно, даже Фейнман вполне это доказывает. То есть, будем считать, что это как бы упражнение проверить, что действительно любая линейная комбинация решений – то же решение. А дальше вопрос, как найти размерность получившегося векторного пространства. Ну, или что то же самое, как построить базис в этом пространстве. И сколько будет элементов в базисе? Вообще посмотреть на количество линейно-независимых элементов? Да. А как на него посмотреть? То есть, как вообще оценить эту размерность? То есть, так, размерность неформальна – это количество параметров, которые нужно задать, чтобы однозначно определить вектор в нашем пространстве. Вот сколько параметров однозначно определяет решение дифференциального уравнения второго порядка. Да, давайте я припишу, что оно второго порядка, потому что, конечно, можно рассматривать и произвольного порядка, это мы тоже проделаем. Ну, три вроде параметра. Просто мне хотелось на простом примере разобраться с основными идеями. Значит, второго… Ну, вроде три параметра, три коэффициента. Три коэффициента у чего? Ну, уравнения второй степени. Уравнение, казалось бы, в смысле, вы видите, уравнение, которое написано? Оно как бы зависит от параметра P и Q. Но мы можем для простаты считать, что это просто числа. Там, например, 3 и 2, не знаю. Можем считать, что это конкретные числа, чтобы как бы сейчас не заморачиваться. Давайте вот считать, что там, например, P равно, ну, скажем, минус 3. А Q равно 2. В общем, потом будет понятно, почему я хочу на такие числа. Ну, пока вот давайте считать, что вот так получилось. То есть давайте на P и Q не обращать внимания. Это вот конкретные числа, минус 3 и 2. Значит, о каких трех параметрах речь? Если я правильно понимаю, то у нас есть линейные зависимые, какая-то зависимость от T квадрат, какая-то зависимость от T, какая-то константа. В смысле, вы предполагаете, что решение этого уравнения ой, да, так как я написала, да, действительно, я все время забываю приписывать, да, все время забываю приписывать Y от T. Вообще, с дифференциальным уравнением я, конечно, не в ладах. Тут еще должно быть Y от T. В смысле, цепь переменного тока, да, вот там даже было видно. Сейчас вот, там всю функция фигурирует. Тут вторая производная функция Q, тут первая производная функция Q, и потом сама функция Q. То есть все эти уравнения, они, конечно, выглядят не так, как я вначале написала, а вот так, как… Сейчас я покажу то исходное уравнение, с которого мы начали. Да, вот оно. Да, то есть тут есть сама функция. Вот этот свободный член, который называется свободный член, конечно, не свободный член, это функция, умноженная на какую-то константу. Да, то есть тут мы, конечно, решаем некоторую новую задачу, которая к исходной задаче Галилея никакого отношения не имеет. То есть тут другое, другое дифференциальное уравнение. Нет, ну хотя уравнение Галилея нет, оно тоже получается. Прошу прощения, я вас обманываю. Все-таки оно получается, если взять, да, по ИКу равными нулю, то получается уравнение Галилея, ну а правую часть мы потом будем менять, то есть пока мы разбираемся с народным случаем. Да, ну вот, теперь я вроде все правильно. написала, давайте я тут кому-то припишу, откуда это берется. Что вот, если кто помнит со школы, то может из этого прямо все и восстановить. Ну а кто не помнит, тот может почитать лекции Фейнмана. Сейчас я перерисую эту цепь. Так, сопротивление. Мне казалось, мы в школе сопротивления, как-то иначе обозначали. Ну ладно, наверное, Фейнмана виднее. Да, обычно прямоугольничка. А, ну давайте я прямоугольничек нарисую в соответствии с российской традицией. Вот там возникает ровно такое уравнение, как я вот теперь после исправления выписала. То есть теперь у нас как бы нет никакой гарантии, что решение этого уравнения – это опять квадратичная функция. Более того, можно даже, наверное, проверить, что если P равно минус 3, а Q равно 2, то никакая квадратичная функция не является решением этого уравнения. Ну то есть одна идея – это просто угадать какие-то решения. А вторая идея, может быть, все-таки посмотреть на начальные условия. То есть я… Такое замечание, которое можно, в принципе, сделать, если немножко знать анализ, что если мы знаем Y от нуля и знаем первую производную в нуле, то этого достаточно, чтобы определить функцию целиком из такого уравнения. Ну, с физической точки зрения это вроде понятно, что если мы знаем… Ну вот, допустим, у нас груз на пружинке, и мы как бы знаем, насколько его оттянули в начале, то есть его положение, и знаем… Значит, что нам еще нужно знать? Ну да, если у него была какая-то начальная скорость, знаем эту скорость, то, казалось бы, его движение после этого полностью задетерминировано, определяется как бы там жесткостью пружины, которая заложена вот в этих коэффициентах по ику. Ну там силы и трения, ну в общем, какими-то физическими характеристиками этой системы. То есть так из физических соображений, вроде хочется сказать, что если мы знаем положение и знаем скорость в начальный момент времени, то мы знаем и весь физический процесс. То есть хочется сказать, что это координаты. Значит, это координаты на пространстве решения. Давайте я его как-нибудь обозначу, чтобы не писать каждый раз. Значит, это векторное пространство мы обозначим через V. Вот. Ну, если это координаты, то как бы в каком базисе это координаты возникает вопрос? То есть какие нужно взять решения, чтобы они давали базис, ровного с такими координатами. Ну, как бы про это тоже можно сказать, правда это не особо явное описание. То есть можно сказать, что базис это решение, у которого y1 от нуля равно единице, y1 с точкой от нуля равно нулю, и решение y2, которое наоборот нуле равно нулю, но его производная зато равна единице. Вот тогда в таком базисе, как бы совершенно очевидно, координаты будут y от нуля, y с точкой от нуля. Всем ли это очевидно? Или кажется, что тут какая-то хитрость? Все-таки не очень понятно, почему у нас y с двумя точками может быть заодно линейной зависимостью от y и y с точкой. Нет, это нам дано. В смысле мы рассматриваем все решения вот этого дифференциального уравнения. Я понял. Поняли, что они образуют векторное пространство, и теперь изучаем это. Да, конечно, если мы как бы наобум возьмем функцию y от t, то она не обязана быть решением дифференциального уравнения. Но мы как бы с самого начала мы говорим, что мы изучаем вот это вот векторное пространство. Вот оно пришло из жизни, допустим, какой-то электрической цепи, или там маятника, или грузика на пружинке, но теперь мы можем его изучать методами линейной алгебры. Вот что мы пытаемся делать. Ну, конечно, мы используем линейность дифференцирования. То есть вот тут, когда я говорю, что в таком базисе будут такие координаты, я, конечно, использую, что дифференцирование это линейный оператор. То есть вот еще одно важное наблюдение. Дифференцирование. Это линейный оператор. То есть что это означает? Нет, это означает... Значит, ну, давай здесь действительно честно распишем, что в таком базисе будут такие координаты. Значит, допустим, мы взяли какое-то произвольное решение. Значит, вот y. И хотим его разложить по базису. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно написать, что y... Значит, y от... Я тебе прямо буду писать, честно. y от t. Значит, это y от 0 умножить на y от t. Значит, y от 0 это просто какое-то число. Скаляр. Плюс y штрих давайте уж y с точкой от 0 умножить на y от t. Значит, это разложение по базису. Разложение произвольного решения по базису. Вот. Значит, почему... Ну, например, тут можно спросить, почему правая часть тоже будет решением? Ну, вот потому что как бы любая линейная комбинация решения это тоже решение. Вот. Значит, почему она совпадет с левой частью? Ну, потому что мы можем подставить значит, 0 в обе части. И у нас получится, что y от 0 равно y от 0. Значит, это как бы проверка. Проверка этого тоже. Значит, мы подставляем 0 в обе части. Получаем, что y от 0 умножить на y от 0. Ну, строго говоря, тут еще будет y с точкой от 0 умножить на y от 0. Но поскольку вот это вот равно 0, мы так специально выбрали, а вот это равно 1, то вот у нас получается, что в 0 левая и правая часть совпадают. Дальше мы можем продифференцировать обе части. Значит, дифференцируем. И тут, конечно, мы пользуемся тем, что дифференцируем линейный оператор. То есть у нас получается, что в левой части получается y с точкой от t, а в правой мы можем отдельно продифференцировать первое слагаемое и отдельно продифференцировать второе слагаемое. Вот. Ну и после этого мы подставляем t равно 0. И у нас получается, что y с точкой от 0 равно y от 0 y1 с точкой от 0, а это у нас 0, потому что мы так выбрали y1. А здесь получается y с точкой от 0 умножить на y2 с точкой от 0 и это 1. Вот. То есть получается, что здесь у нас все сошлось и здесь у нас все сошлось. То есть это как бы полная тавтология на самом деле, но линейная алгебра как раз и появилась, когда люди пытались решать дифференциальное уравнение. То есть вот они обнаружили, что да, любое пространство решения дифференциального уравнения действительно пространство, то есть можно складывать в нем векторы, вот, и можно там строить базис, можно находить координаты. Вот. И так появилась линейная алгебра. То есть мы ее как бы теперь изучаем наоборот. Мы сначала изучаем какие-то абстрактные понятия, доказываем абстрактные теореммы, а потом это применяем к дифференциальным уравнениям. Но исторически, конечно, и потому что они-то пришли из жизни, там действительно всем нужно знать, как ток течет по цепи или там как снаряд летит. Вот. Но оказалось, что это удобно решать с помощью соображений вот таких вот чисто геометрических. Да, значит, у нас получился такой базис, но только это нас не особо приблизило к построению явного решения, потому что он очень как бы неявно задан, этот базис. Вот нужно найти базисный вектор, такой, что он задается там начальными условиями. определенными. И как бы как это делать, все равно непонятно. То есть, пока у нас такое довольно абстрактное доказательство, что это векторное пространство размерности 2. Но это не приблизило нас конкретной формулы для решений. Давайте рассмотрим пример, чтобы это было не так абстрактно. Я, правда, не помню, какую цепь надо нарисовать, в смысле, как подобрать вот эти вот параметры CR. Нет, C это у конденсатора, извините. А индуктивность, по-моему, L. Или, как в школе обозначается вот этот коэффициент индуктивности, или он и называется индуктивность. Есть какой стандарт обозначения? Это L? L, да. В общем, можно подобрать там все эти параметры так, чтобы получилось, например, уравнение X с двумя точками плюс, ну давайте вот как бы будем считать, что у нас нет там да, нет слагаемого с Y с точкой, то есть P равно 0, ну а вот Q выжило. Вот давайте для простоты рассмотрим вот такое вот уравнение. Значит, и мы хотим найти, например, решение, у которого начальные условия, вот один из элементов нашего базиса, то есть решение, у которого, вы сейчас, извините, у меня, мне это называлось Y, а не X. Давайте, пока ставлю Y, чтобы не пытаться. мы хотим найти решение, такое, что Y от нуля равно единице, а Y с точкой от нуля равно нулю. Вот, это наше начальное условие. Значит, можно кто-нибудь со школы помнит, какую там формулу и переменный ток задается, может кто-нибудь нам угадает решение или вспомнит, что там, вообще, когда речь и переменную какие-то функции вообще возникают? Какого сорта? Синус в кочном. совершенно верно. То есть, можно действительно попробовать поискать эту функцию в виде какой-то линейной комбинации косинуса и синуса. Давайте возьмем A. Косинус, ну, видимо, можно еще брать какую-то там частоту, то, что называется, то есть не косинус T, а косинус Омега Т. Вот. И искать решение в таком виде. Вот такая вот осенила у нас догадка. Попробуйте искать решение в таком виде. Ну, тогда мы можем действительно дважды продефицировать. Значит, у нас получится минус А Омега квадрат косинус Омега Т, А здесь получится минус Омега квадрат синус Омега Т. А мы хотим, чтобы это было равно минус Ку Игрега Т. И действительно, кажется, что это и получится, если в качестве Омега взять корень из Ку. То есть Омега квадрат должно быть равно Ку. Наша догадка оказалась вполне удачной, и мы построили целое семейство решений, которые зависят от параметров А и Б. То есть Омега у нас определяется однозначно по Ку. А и Б мы можем выбирать как хотим. И тогда получается, что чтобы построить базис, например, мы можем взять значит, Y1 от T. косинус Омега Т, тогда он действительно в нуле будет равен единице, а его производная будет равна нулю. А в качестве второго базисного вектора мы можем взять синус Омега Т. То есть вот это вот базис пространства решений. То есть видно, что вся эта линейная аналогия проработает. Теперь, если вы хотите получить произвольное решение, то есть вот вам сказали, что нужно решение с начальными условиями Y от нуля равно А, Y с точкой от нуля равно B. Ну, тогда вы просто вот раскладываете его по базису. Вот получается А косинус Омега Т плюс B синусов Омега Т. Так, я тут ничего не перепутал перед производной синуса косинус, да? Вроде бы. Да, то есть производная синуса в нуле равна единице. Да, вроде бы все правильно. То есть вот видно, что маленькая догадка, что вроде бы там косинусы и синусы плюс линейная алгебра нам позволяет описать все пространство решений. Очень легко. То есть тут как бы от физики, собственно, осталось только вот уравнение, а от дифференциальных уравнений, ну, как предмета, который анализ изучает, осталась только догадка, что надо попробовать функцию косинус почти одного из решений. Вот все остальное мы получили с помощью линейной алгебры. Вот, но теперь давайте как бы эту догадку дополним до решения в общем случае. То есть тут просто нужно сделать, сейчас это была страница 3, давайте перейдем на страницу 4. давайте я перепишу это уравнение, которое мы решаем, значит, y с двумя точками от t плюс, ну, давайте я для простоты прямо возьму вот те числа, которые я выписывал, минус 3 минус 3 y с точкой от t плюс 2 y от t равно нулю. Вот хочу решить такое уравнение. Тут на самом деле мы можем сделать небольшое обобщение, вот мы придумали косинус и синус, но на самом деле и косинус и синус можно определять через комплексную экспоненту. почему так физики любят комплексные числа? Потому что на самом деле вот обе этих функции ну и на самом деле даже вот вот эту вот функцию ее можно записать как е в степени, значит, как комбинацию функции е в степени и омега t и е в степени минус и омега t. то есть вот это на самом деле более правильный базис в пространстве решений. Мы выбрали базис изображений, чтобы были нужны начальные условия, там 1.0.0.1, но на самом деле это неестественный базис. И даже можно понять, почему он неестественный, потому что зависит от выбора нуля. То есть вот мы сказали, что это нулевой момент времени, и мы в нем берем начальные условия. Но мы могли бы с таким же успехом взять там в качестве нулевого момента времени момента на секунду раньше, на секунду позже. И там те же самые условия, что y от 0 равно 1, дали бы совершенно другие решения. То есть в каком-то смысле этот базис случайный. Он зависит от выбора момента времени нулевого. А базис, который я сейчас предъявляю, он в каком-то смысле канонический. ну канонический опять же можно было помножить там е в степени и омега-т на какую-нибудь константу, но в источнике такого он фактически один единственный. То есть сейчас я собираюсь как бы аргументировать ту мысль, что вот это в каком-то смысле самый удобный базис. Что это самый удобный базис в пространстве решения. Но по крайней мере видно, что тут появляется экспонента и наверное можно эту идею использовать и в общем случае. То есть давайте мы будем искать решение Давайте я тут напишу эту докатку идею Будем искать решение в виде экспонента Ну с каким-то коэффициентом при показателе То есть там вот у нас была омега Ну давайте тут я это назову лямбда Будет даже скоро понятно почему Будем искать решение в виде е в степени лямбда Т Ну вполне естественно после того успеха который у нас был с косинусами и синусами попробовать опять в том же виде искать решение Ну в более общем там как бы вот этот коэффициент лямбда он был чистым нимым числом и омега То есть омега было вещественным числом а лямбда соответственно было чистым нимом А сейчас у нас лямбда будет любое комплектное число В том числе в том числе квадрат квадрат е в степени лямбда но теперь когда мы поставим свет обратного уравнения мы можем вынести е в степени лямбда Т и у нас останется в скобочках значит останется лямбда квадрат минус три лямбда плюс два и все это должно быть равно нулю при всех Т то есть это тождественный ноль ну понятно что это может быть только если вот эта вот скобочка равно нулю значит то что мы выписали это называется еще характеристическим уравнением то есть у каждого дифференциального уравнения есть связанное с ним алгебраическое уравнение так называемое характеристическое уравнение вот то есть теперь мы видим что чтобы функции если бейлянда было решением лямбда должно быть не а по каким а корнем это уравнение то есть лямбда должно быть равно один или два ну в общем случае получились какие-то более хитрые корни тут я специально подобрала числа чтобы корни были хорошие вот то есть мы тем самым получили практически задаром два решения значит одно решение это е в степени t и второе решение это е в степени 2t очевидно они линейно независимы да ну сложно придумать какую-то линейную комбинацию функций е в степени t е в степени 2t с постоянными коэффициентами ненулевыми которая была бы тождественно нулевой функцией ну это можно и строго доказать там взять не знаю значение в нуле и в единице и увидеть что это если это рассматривать как векторы на плоскости вот что это два линии независимых вектора ну в общем давайте я это в качестве упражнения оставлю проверить мы такое в общем-то делали значит функция значит функция то есть давайте я даже в общем случае это напишу функции е в степени λ1t и е в степени λ2t линейно независимы если λ1 если лямбда 1 не равно лямбда 2 то есть мы получили два линии независимых решения значит они образуют базис я утверждаю что вот этот базис как раз самый правильный потому что это не побоюсь этого слова собственный базис пространство решений то есть это базис из собственных векторов правда у нас вроде бы не было линейно оператора поэтому не очень понятно чьи это собственные векторы но сейчас мы увидим что на самом деле тут есть и линейный оператор ну то есть теперь любое решение можно разложить по этому базису и если вам задали какие-то там начальные условия то есть вот общее решение это произвольная линейная комбинация этих базисных элементов а е в степени t а е в степени t плюс b е в степени 2t вот соответственно если вам нужно какое-то частное решение с какими-то определенными начальными условиями то есть вот вам сказали что у от нуля там не знаю равно игрек 0 игрек с точкой от нуля ну давайте напишу игрек 0 с точкой чтобы не платить новое обозначение вот тогда вы просто ну находите а и b из решения линейных уравнений то есть уравнение что а е в нулевой плюс b тоже е в нулевой равно игрек 0 а второе уравнение получается дифференцированием то есть тут будет а умножить на е в нулевой плюс 2b на е в нулевой равно игрек 0 с точкой ну то есть понятно е в нулевой это 1 это я так уж написала чтобы не запутаться то есть теперь я могу его просто стереть вот то есть мы опять полностью решили систему однородную систему линейных уравнений давайте теперь разберемся почему то что у нас тут вышло так похоже на поиск собственных векторов и собственных чисел вот даже видно получилось характерическое уравнение наверное оно неспроста так названо наверное имеет отношение к чему-то характеристическому многочлену сейчас мы ответим на вопрос где здесь линейный оператор может и кто-нибудь уже может сказать вот мы нашли вроде бы собственные векторы собственные числа что что за оператор мы на самом деле рассматривали не явно то есть явно вот на пространстве в был какой-то оператор который мы не определяли но он там явно есть и мы нашли вот его характеристическим гостям его собственные числа можно ли теперь и сам оператор найти ну вот и крик с двумя точками а т плюс п и крик с точкой а т плюс q и крик а т равна нулю но оператор на пространстве в естественно то есть вот у нас есть пространство решений значит мы каждому решения хотим сопоставить какое-то другое решение этого же уравнение так чтобы это сопостроение было линейно то есть сумма решений переходил сумму решение нужно скаляр переходила в решение можно скаляр то есть то что вы сказали это уравнение а нам нужен оператор то есть эта функция отображение из в в то есть правило по которому мы одному решению то есть вот у нас тут какое-то решение а мы ему сопоставляем какое-то решение т от игрек да давайте я ты маленькую уже не буду писать от у нас сейчас начнется путаница есть оператор ты большой значит игрек это функция т которая является решением дифференциального уравнения ну на самом деле это сложно дату это как бы вещь совершенно простая но додуматься до нее сложно когда первый раз это видишь вот есть такой замечательный трюк который позволяет дифференциальное уравнение второго порядка сводить дифференциальном уравнению первого порядка но на две функции во всех учебниках там по дифференциальном уравнении описан значит трюк такой что вместо функции yt мы рассматриваем две функции одна функция а мы говорим а пусть нас теперь будет две функции первая функция это она же сама вот это будет наша функция игрек один а вторая функция то ее производная значит это будет наша функция игрек 2 вот то есть у нас было как бы было ну что-то вроде числа ну который зависел от т а теперь у нас пара чисел который зависит от то есть про это можно думать как про вектор на плоскости который зависит от то есть вот про вот это вот пару функций мы теперь можем думать как вектор зависящий то есть это вектор на плоскости который со временем как-то меняется до краткости напишу в r2 не ну или ладно на плоскости не вводить лишних символов вектор на плоскости зависящие от времени вот просто как он зависит от времени ну вот то дифференциальное уровне и второго порядка который у нас было она понятно позволяет нам выписать и зависимости от вектора времени будет маленькая пятая страница будет 6 страниц у нас есть вектор vt который имеет вид игрек от т игрек с точкой то тогда я легко могу выписать производную этого вектора по т нужно просто продифференцировать отдельно каждую координату ты что у меня полученное получится игрек от т с точкой а здесь получится или с двумя точками на игре с двумя точками у меня по моему дифференциальному уравнению выражается через игрек и игрек с точкой то есть я теперь могу написать что на самом деле первая карната это игрек с точкой а вторая координата можно записано как минус п игрек с точкой минус q игрек то есть из этого следует такое замечательно матричное дифференциальное уравнение первого порядка она говорит что в с точкой от это очень похоже на разность на уравнение числа фибоначчи которые у нас были то есть это за ли полный аналог только непрерывный там нас были разности у нас производная разность это как бы дискретно на производные а производной непрерывный аналог разности у нас получается некая матрица а которую нужно применить к вектору в это значит он не может сказать и нет ну да из этого такой делать чему равна матрица а какие у него коэффициенты все так как два на два матриц такие у него будут коэффициенты коэффициенты числа значит давайте я тут я написала по и кул давайте я напишу то что у нас было значит по у нас было равно минус 2 значит тут получается 2 а тут получается 3 ну понятно что это можно с паеку проделать просто давайте уж для ясности будут числа значит чему равна матрица а кто может не продиктовать ну в первой строке по идее 01 до а во второй минус 32 до сейчас что-то меня смущает что именно так мы с этой матрицы характеристики многочлен должен быть т квадрат минус 3t плюс 2 а у нас что-то получилось по моему не так как-то не очень выходит сейчас ну давайте попробуем умножить в конце концов значит если мы это умножаем на игрек от т игрек с точкой от т то мы получаем игрек с точкой от т а здесь получаем а ну вот и видно да получаем минус 3 игрек с точкой от т вот видно что нужно переставить да все таки 2 минус 3 2 нет нет подождите что нет вот я хочу получить 2 игрек с точкой минус 3 игрек т ну да сейчас вы получите 2 игрек минус 3 игрек а я тут неправильно написал ой извините да вот 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 ошибка была гораздо раньше 2 игрек т минус 3 игрек с точкой т вот уравнение же у нас было сейчас где оно надо его переписать сюда вот игрек с двумя точками от т равно 3 игрек с точкой от т минус 2 игрека т давайте livre то напишу игрек с двумя точками от т равно 3 игрек с точкой от т минус 2 игрека т вот этого уравнения которая нас была Вот, то есть y с двумя точками равно 2y от t минус 3y с точкой от t, вот я теперь исправила, и поэтому матрица получается 0,1,2, минус 3. Вроде все правильно. Вот, и теперь видно, что ее характеристический многочлен, значит, если это матрица А, то хи А, несложно посчитать, равно t квадрат минус 3t плюс 2, это в точности характеристический многочлен уравнения. Вот, а ее собственные векторы, ну, вот это как раз и будут те решения, которые мы нашли, e в степени t, e в степени 2t. Ну, то есть, а, e в степени t и e в степени 2t, это собственные векторы. В векторы матрицы А С собственными значениями 1 и 2, соответственно. Вот, то есть тут еще интересно, что как бы мы до сих пор имели дело с векторными пространствами, которые в каком-то смысле приходят из чисел. Ну, там все векторы, какие-то наборы чисел. Ну, или там это векторы на плоскости или в пространстве, ну, тоже их можно задать координатами. А тут как бы видно, что вот векторные пространства из жизни, но его элементы, ну, никак не ассоциируются с наборами чисел, потому что это функция. И как бы задавать экспоненту e в степени t набором чисел, ну, как-то довольно странно. Ее проще всего задать, ну, вот как экспонент, e в степени t или e в степени 2t. Вот. Но в то же время концепция собственных векторов и в этом контексте дифференциальных уравнений абсолютно естественна и очень полезна. То есть как бы видно, что вот среди всех решений есть такие особо приятные решения, которые вот просто экспоненты. А все остальные решения – это их линейная комбинация. И они уже немножко посложнее. То есть понятно, что сумма двух экспонентов – это немножко сложнее, чем каждый экспонент в поддельности. Вот. То есть это вот такой жизненный пример, когда собственные векторы действительно демонстрируют очень приятные качества по сравнению со всеми остальными векторами. То есть это в каком-то смысле самые простые решения. Давайте. У меня был уже такой тезис. А, вот. Самый удобный базис. Да. Мне кажется, что я вполне этот тезис подтвердила, что это в каком-то смысле самое удобное решение. То есть через них действительно удобно выражать все остальное. Вот. Ну и, в общем, это то, как появилась линейная алгебра. То есть вот у нас все было в обратном порядке. Мы сначала изучили абстрактные линейные операторы, ввели понятие собственного вектора, собственного числа, и все это было довольно абстрактно. А вот сейчас мы видим, что это появляется в жизни. А исторически все было наоборот. Сначала, ну еще если решать дифференциальное уравнение, сначала была концепция вот этого характеристического уравнения, построенного по дифференциальному, а потом уже появился характеристический ногощен матриц. Собственно, даже матрицы как таковые, они появились позже. То есть эта идея, что можно там линейный оператор записывать в матрицу. Ну и вообще само понятие линейного оператора, оно как-то оформилось гораздо позже. То есть в каком-то смысле про линейную алгебру можно думать как про язык для теории дифференциальных уравнений. Ну то есть там, это Галилей как бы придумал, что математика – это язык физики. Ну а что в основном из математики используется в физике? Дифференциальное уравнение. Ну вот, а линейная алгебра – это язык дифференциальных уравнений. То есть в каком-то смысле линейная алгебра как раз и есть язык физики. Да, ну давайте я пару слов скажу, а что делать как бы в общем случае. То есть у нас было уравнение второго порядка, но мы же не зря изучали там же данные нормальные формы для произвольных операторов в многомерных пространствах. Наверняка это тоже все зачем-то нужно в физике. Ну и действительно нужно, потому что вот тут уравнение второго порядка, но все прекрасно знают, что в физике там бывают гораздо более сложные процессы. Где возникает там уравнение произвольного порядка. То есть давайте я сейчас вкратце объясню, почему такие уравнения с постоянными коэффициентами тоже все решаются с помощью линейной алгебры. Да, ну давайте сначала краткое замечание. Как бы еще можно было… Сейчас, где это было… Экспоненты. То есть на самом деле вот то, что мы нашли собственные векторы и собственные числа, можно было бы даже записать еще удобней. Можно записать, что произвольное решение нашего уравнения… Ну если его записывать не как одну функцию, а как пару функций, то есть y от t, y с точкой от t, то тогда вот я сейчас выпишу замечательную явную формулу для такого решения. Значит, это e в степени t умножить на матрицу А. И тут видно, зачем мы изучали матричную экспоненту. Вот она тут очень по делу. А применить это нужно к начальным условиям, к вектору начальных условий. То есть к y от нуля, y от нуля, y с точкой от нуля. То есть вот это вот общее решение. Ну понятно, что вы получите там частное решение с данными условиями, просто вместо y от нуля, y с точкой от нуля, нужно подставить конкретные числа. Такой ответ в красивой форме. Использует матричный экспонент. Экспонент от матрицы, который мы тоже изучали. Ну, матрица, правда, еще умножается на параметр t, то есть на время. Но понятно, что это как бы на алгоритме для поиска экспонента никак не отражается. То есть просто можно считать, что консистенты матрицы, как бы, ну, это какие-то функции от t. Вот, ну, теперь я просто вот эту вот формулу с экспонентой обобщу на произвольное, на дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами произвольного порядка. Значит, пусть у нас есть теперь уравнение n-го порядка. Давайте я тут уже буду более-таки общепринятые обозначения. Математически использовать. Значит, это n-ая производная. Потом идет n-ая производная. Ну, pn-1, pn-2 и так далее – это постоянные коэффициенты, то есть это какие-то числа. Конечно, в теории дифференциальных уравнений там бывают и уравнения с непостоянными коэффициентами, когда p, n-1, pn-2 и так далее – это будет функция от t. Вот, или даже не от t, а еще там от каких-то переменных. Вот, ну, это уже, конечно, одной линейной алгеброй с таким не разделаешься. Вот, а я специально сфокусировалась на случае, который решается только с помощью линейной алгебры. p, 0, и надо не забыть умноженное y, t. Да, я ничего не сказала, что же все-таки делать с неоднородным уравнением. Ну, как бы на этот счет, в теории дифференциальных уравнений тоже есть методы, как угадывать решение неоднородного уравнения. Но главную мысль я изложила, что если вы угадали одно решение, все остальные получаются из него прибавлением решений однородного уравнения. То есть на самом деле мы практически разобрались с неоднородным случаем, осталось понять, как угадывать хотя бы одно решение. Ну, это вам уже расскажут в курсе дифференциальных уравнений более подробно. Да, значит, теперь мы повторяем тот же самый прием. Значит, мы говорим, что v – это пространство решений. И что это некоторое n-мерное вещественное пространство векторное. А теперь мы на этом пространстве определяем оператор. Ну, и опять мы смотрим не на само решение, а на все его производные, вплоть до n-1. То есть давайте я про элементы этого пространства буду думать как про векторы с координатами y от t, y штрих от t и так далее, y, n-1 производная от t. Вот, тогда этот оператор, значит, сопоставляет такому вектору его производную. Значит, вот этот вот v от t. мой оператор сопоставляет вектор v от t его производную по t. Ну, а с другой стороны мы можем эту производную выразить v штрих от t, там как бы все сдвигается на 1, то есть получается y штрих от t, y2 штрих от t, а тут получается, значит, y предпоследняя координата – это y… y, n-1 производная от t. Значит, кто мне может сказать, что нужно написать в последней строчке? То есть тут, понятно, должно стоять y, n от t, но мы это можем выразить через все остальные производные. Значит, что тут нужно написать? Ну, там минус в скобках v, n-1, y, n-1 производная от t. Да. Ну, минус я предлагаю за скобку вынести, чтобы… Да, давайте. Тут будет сумма всех вот этих вот слагаемых. Да, то есть отсюда сразу видно, что вот в таких вот координатах, как я написала, значит, матрица этого оператора, значит, v штрих от t равно некоторой матрице умножить на v от t. Значит, этой матрице опять первая, n-1 строка, буду содержать одну единственную единичку, то есть чтобы все сдвигалось, у нас, значит, в первой строке должно быть 0, 1, потом все нули, значит, во второй строке должно быть 0, 0, 1, 0, потом все нули, в n-1, то есть понятно, что все это как бы дойдет до n-1 строки. Вот как-то так. Тут будут уже все нули. Вот, а кто может мне продиктовать, что будет в самой последней строке? Минус p0, минус p1 и так далее. Минус p0, минус p1 и так далее, и закончится все минус p, n-1. Ну да, вроде в нашем примере, давайте сверимся с двумерным случаем. Всплыло, не хочет. И почему она не хочет уходить? Так, значит, тут получилось 2 минус 3, то есть 2 это был коэффициент при y. Да, и тут у нас p0, это тоже коэффициент при самой функции y. Да, вроде сходится с тем, что было раньше. Значит, мы можем сразу написать, что общее решение, нам как бы все равно, от какой матрицы брать экспоненту, 2 на 2 или n на n. У нас на этот счет есть методы. Там, например, можно прийти к Жадонной нормальной форме и там посчитать экспоненту или можно воспользоваться минимальным многочленом интерпляционной формулы Лагранжа. В общем, есть разные методы. Так или иначе, можно найти решение, что это e в степени от n умножить на вектор начальных условий. То есть y от нуля, y штрих от нуля и так далее, y минус первая производная от нуля. То есть, если вас интересуют конкретные решения с данными начальными условиями, вы поставляете вектор начальных условий, находите экспоненту и получаете формулу для решения. Вот такой вот замечательный ответ, для которого ничего не нужно, кроме линейной алгебры. Да, ну, конечно, я его не доказала, но, как бы, коль скоро ответ написан, можно продифференцировать и проверить, что действительно это решение. То есть, если вы продифференцируете правую часть, то для матричной экспоненты несложно доказать, как бы, такой же тождество, как для обычной экспоненты, что если вы дифференцируете e в степени от t по t, ну, примененное к какому-то там вектору, давайте, то есть мы дифференцируем вектор, зависящий от t по t, вот, то это то же самое, что а примененное к, просто примененное к этому, сейчас, извините, примененное к этому вектору. Тут уже нет производной, тут уже сам наш вектор. Ну, давайте я тоже оставлю в качестве упражнения. Проверить такое тождество для матричной экспоненты. То есть, это полное обобщение тождества, что e в степени от t, если это продифференцировать по t, то у вас получится a, e в степени от t. Вот, то есть, видна полная аналогия. Вот это же тождество верно и для матричной экспоненты. Ну, то есть, вот получается такой алгоритм решения дифференциальных уравнений с помощью линейной алгебры. Да, я еще хочу такой ввести термин. На самом деле, вот эта матрица, которая у нас получилась, она выглядит очень специальной. То есть, у нее там почти все нули. Первые, n-1 строка, там содержит только одну единичку, каждая, и только в последней строке что-то там такое стоит содержательное. На самом деле, это вовсе не специальная форма. То есть, практически любой оператор обладает базисом, в котором у него будет ровно такая матрица. То есть, вот это вот, как бы сказать, такой конкурент Жордановой нормальной формы. Это называется Фрабениусова нормальная форма. То есть, это еще одна каноническая форма, в которую можно приводить линейный оператор. То есть, более точное утверждение состоит, что у любого оператора есть базис, в котором его матрица будет блочно-диагональной, и каждый блок будет иметь вот такой вот вид, как тут написано. То есть, это отдельная такая тоже интересная задача. Давайте я это напишу. Причем, тут не требуется, чтобы поле было алгебраически замкнуто. То есть, не обязательно должны быть комплексные числа. То есть, любой оператор над любым полем что-то уже интересно в некотором базисе имеет матрицу, которая состоит из блоков, ну, как обычно, блочно-диагональную. Но каждый блок имеет вид такой, как у нас получился при решении дифференциального уравнения. То есть, в каждом блоке у вас что-то стоит в последней строке. Дальше стоят единицы на диагонали над главной и все остальное нули. То есть, это как бы такие... Ну, давайте я их назову фрабениусы в блоке. Причем большинство операторов имеет ровно один фрабениус-блок. То есть, если вы наугад возьмете оператор, скорее всего, он запишется единственным фрабениусом-блоком. Вот как у нас тут получилось с дифференциальным уравнением. Ну, это, наверное, все, что я хотела рассказать. К нам уже и время вышло. Ну, и вроде мы повторили всю линиенную алгебру, которая у нас была. Ну, по крайней мере, использовали ее в таком содержательном контексте, где вроде нам все пригодилось. И векторное пространство и афинно, и оператор, и экспонента, и собственные векторы. В общем, по-моему... Ну, единственное, что мы не повторили, это понятие евклидового пространства, потому что это расстояние нам тут не пришлось мерить. Вот как-то евклидовое пространство это отдельная тема. Но все остальное вроде мы повторили. Да, и в этом, на этой неделе у нас будет специальный тоже повторительный листок на семинарах. Там будут задачи по разным темам, которые у нас были. Вот так что будет тоже возможность все вспомнить на семинарах. Есть ли какие-нибудь вопросы? Да, вроде нет. Ну, тогда давайте мы на этом закончим, а в среду тогда будем повторять линейную алгебру на семинарах. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok